23 марта все пять ящиков для сбора купонов от диплома акции были вскрыты в присутствии общественной комиссии. 30 сотрудников корпорации ВСМПО «Ависма» сразу приступили к занесению данных с купонов в компьютерную базу. Не обошлось без курьезов. 405 человек, не прочитав правила проведения акции, опустили в ящик весь диплом целиком, не оторвав купон. При этом не очень понятно, как они узнают о том, что их номер оказался счастливым и что он принадлежит именно этому человеку. Организаторы акции решили пойти навстречу невнимательным солдинцам. После розыгрыша лотереи среди опущенных в ящик дипломов будут искать счастливчиков и обзванивать их владельцев. Более 30 человек пришли в Дом книги после указанного срока с просьбой принять купоны после вскрытия ящиков. У опоздавших купоны были приняты, но уже 28 марта в 9 часов утра база данных будет опечатана и внесение дополнительных сведений уже будет невозможным. Кто станет обладателем чего-нибудь полезного и приятного, мы узнаем 31 марта. Все призы уже ждут своих обладателей. Бытовая и компьютерная техника складирована и готова к выдаче. Оформлены все сертификаты и путевки, осталось вписать в них имена и фамилии. В розыгрыш призов принято 21 тысяча купонов. 11 тысяч из них заполнены работниками корпорации ВСМП «Ависма» и ее дочерних предприятий. 5 тысяч купонов в ящики опустили ветераны ВСМП. Но чтобы в именах и фамилиях не возникла путаница, компьютерная программа при проверке базы данных удалит повторяющиеся сведения. То есть, если компьютер обнаружит пять купонов с одинаковыми данными, он оставит на розыгрыш только один. Программа использует генератор случайных чисел. На входе у программы используется массив номеров, которых в лотерейных билетах получили на голосование, массив подарков, которые будут предоставлены в дни розыгрыша. Ну и программа ведет протокол результатов, показывается все на экране, то есть настраивается. То есть можно будет всем, кто будет участвовать, увидеть визуально, как это будет проходить в лотерее. Функция будет выбирать случайным образом и надеюсь, что мы считаем, что программа выбирает справедливо, по-честному, то есть никаких специальных настроек не делается. Это я могу заверить.